МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа «Дефакто» продолжает эфир телеканала «Беларусь-4». О событиях в мире криминала расскажут наши корреспонденты и я, Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Вот главная тема выпуска. Трагедия в Добруше. На пожаре погибла пенсионерка и ребёнок. Сработали чисто. Оперативники перекрыли канал вербовки и доставки белорусских девушек за границу для занятия проституцией. Простофилий водитель – находка для преступников. В регионе отмечается рост краж из автомобилей. А также встреча с экспертами. В Управлении Государственного комитета судебных экспертиз прошёл день открытых дверей. Трагедией закончился пожар в Добруше накануне выходных. В результате возгорания в частном доме погибла пенсионерка и её 9-летний правнук. Как оказалось, на момент пожара в кирпичном двухквартирном доме находилось три человека. Пожилая женщина и двое её правнуков. 11-летняя девочка и 9-летний мальчик. Как только стало разгораться пламя, девочка проснулась. Вышла из помещения и поспешила в соседнюю квартиру, чтобы позвать на помощь свою мать. В то время как её младший брат и прабабушка остались в доме. В результате спасти их не удалось. Звеном газодымозащитной службы 9-летний мальчик и 81-летняя пенсионерка были обнаружены в охваченной огнём квартире без признаков жизни. Обращаем внимание взрослых на не оставление детей одних без присмотра. Детская шалость с огнём является причиной пожаров, гибели и травматизма детей. Уделите пять минут своего свободного времени ребёнку, рассказав ему о трагических последствиях, которым может привести детская шалость с огнём, а также правильных действиях в случае возникновения пожара. Успешная вербовка погорела на ранней стадии. В Гомеле правоохранителями был пресечён канал вывоза девушек за границу с целью вовлечения их в занятия проституцией. На железнодорожном вокзале сотрудниками управления по противодействию торговли людьми при поддержке бойцов ОМОНа была задержана 20-летняя гражданка Таджикистана, которая должна была обеспечить сопровождение двух местных девушек в Санкт-Петербург, где и планировалась их сексуальная эксплуатация. Впрочем, от девушек не скрывали, чем им придётся заниматься в культурной столице России. Общение с 25-ти и 30-ти летними представительницами прекрасного пола началось посредством переписки в одной из наиболее популярной социальной сети в интернете. Потенциальный работодатель не скрывал, что предстоит заниматься проституцией. В личной переписке обсуждались условия работы, проживания и заработок девушек. Задержали гастролёрш и курьера живого товара на железнодорожном вокзале в Гомеле. Их сняли с поезда за несколько минут до отправления. Далее всё по намеченному маршруту. Отдел милиции, обыск, изолятор временного содержания. Как оказалось, паспорта белоруса гражданка Таджикистана ещё до начала турне забрала себе. У неё же нашли и проездные документы на соискательниц работы за границей. Выяснилось, что в России девушек и их паспорта курьер должен был передать работодателям, то есть питерским сутенёрам. По данному факту, Гомельским городским отделом Следственного комитета Республики Беларусь было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Задержанной грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества. К слову, в прошлом году отмечался рост количества попыток вывоза девушек за границу с целью сексуальной эксплуатации. Милиции было зарегистрировано 222 преступления в сфере незаконной торговли людьми. А в этом году показатель составил уже 72. Проблемы кражи имущества из автомобилей по-прежнему остаются актуальны для Гомельской области. За три месяца этого года было зарегистрировано 120 фактов хищения ценных вещей из машин жителей региона. В половине случаев подозреваемые были установлены, однако нераскрытыми остаётся примерно 45% краж, что и беспокоит правоохранителей. Однако, по большому счёту, волновать такая статистика в первую очередь должна самих автовладельцев. Ведь именно ими создаются все необходимые условия для совершения краж. Хотя в подавляющем большинстве случаев и ненарочно. Оставленные в салонах машин сумки, барсетки, навигаторы, мобильные телефоны, ноутбуки и прочая техника. Всё это наилучшим образом притягивает внимание воров и наркоманов. И даже сигнализация не всегда становится для них помехой. В основном похищенное имущество по своему характеру весьма разнообразно. Чаще всего предметом преступного посягательства являются аккумуляторные батареи, наборы автомобильных ключей и инструментов, автомагнитолы и аудиосистемы, зеркала и датчики парктроника, колёса, колпаки. Нередко обеспеченные хозяева водители оставляют в своём транспортном средстве документы и другие ценные вещи. Случается, что автовладельцы и вовсе не закрывают свои транспортные средства или не ставят на сигнализацию, тем самым упрощая доступ к имуществу нечистых на руку граждан. Как правило, такие преступления совершаются утром. Особенно воры любят работать в выходные. Ведь владельцы авто в эти дни спят дольше. А значит, вероятность того, что вора не поймают, выше. К тому же в выходные дни рано утром на улицах мало народа. Так, в ноябре прошлого года сотрудниками Мозырского РООД были задержаны четверо местных жителей, занимавшихся кражами из автомобилей на территории города Мозыря. Установлена причастность задержанных к совершению более 30 указанных преступлений. В соответствии с санкцией статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь, лицо, совершившее тайное похищение имущества, понесет наказание, начиная от общественных работ, штрафа или исправительных работ на срок до двух лет и заканчивая лишением свободы сроком от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества. Следственным управлением окончено расследование уголовного дела по факту убийства мужчины в Гомеле в сентябре 2016 года. Один и тот же пустырь вблизи железнодорожных путей по улице Инцинданской дважды был выбран преступником-ретидивистом для совершения убийства. Вернувшись из мест не столь отдаленных, где находился шесть лет за попытку совершения убийства, парень решил вступиться за своего, как ему казалось, лучшего друга. У приятеля были довольно сложные отношения с двумя знакомыми противоположного пола, а виновником такого положения дел он себя не считал. Выразив девушкам всю свою негодование и злобу по телефону, заявив, что обиженный ими ему роднее, чем брат, парень пригрозил, что разберется с любым и не делает этого только потому, что они представительницы слабого пола. Но девушки высказали свою версию их отношений и заявили, что у них есть, кому за них заступиться. Было решено провести импровизированную очную ставку на пустыре. Молодой человек был дерзок и уверен в себе, так как неоднократно уже был судим, в том числе за совершение разбойного нападения в 2007 году и причинение тяжких телесных повреждений. Примечательно, что телесные повреждения в виде ножевых ранений в 2011 году им были причинены знакомому на выбранном месте, здесь же. Но выслушав позицию, доводы и доказательства девушек, мнение о друге резко поменялось. Оказалось, что этот друг жил не по понятиям. Обвиняемый пригласил своих знакомых и потерпевшего на пустырь. В ходе возникшей ссоры он выхватил принесенный к собой нож и нанес несколько ударов ножом в область расположения жизненно важных органов. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. При проведении судебно-медицинской экспертизы на теле погибшего было установлено пять колото-резанных ранений шеи и грудной клетки. Смерть мужчины наступила в результате массивной кровопотери. Уголовное дело в настоящее время рассмотрено судом Железнодорожного района Гомеля. Рецидив, совершенных обвиняемым преступлений на основании части 3 статьи 42 УК Республики Беларусь, признан особо опасным. Обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях особого режима. Накануне четвертой годовщины со дня подписания главой государства указа об образовании Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь гомельские эксперты провели день открытых дверей. Гостями у специалистов Управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области на этот раз стали руководители городского и районных отделов Следственного комитета Республики Беларусь. Целью такой встречи было ознакомление с материально-технической базой и возможностями экспертных подразделений, а также необходимость обсуждения ряда вопросов, возникающих при назначении судебных экспертиз. Ежегодно гомельскими экспертами проводится около 40 тысяч экспертиз и исследований. Основными заказчиками этих работ являются подразделения Следственного комитета и Министерство внутренних дел. В проведении экспертизы мероприятие достаточно дорогостоящее и в большинстве своем требует применения сложных технических устройств и качественных реагентов. Участники высказались за необходимость обеспечения более извешенного и рационального подхода при назначении исследований отдельных объектов судебных, криминалистических, специальных, технических и биологических видов экспертиз. Следователям были продемонстрированы некоторые особенности проведения судебных, дактилоскопических, тросологических экспертиз в комплекте с иными видами судебных экспертиз, такими как химические, биологические, генетические. Эксперты продемонстрировали и возможности закупленного в конце прошлого года хроматомассспектрометра, предназначенного для выявления наркотических и психотропных средств в сжатые сроки. Ранее как-то не задумывался над тем, что и как более детально происходит, как эксперты исследуют те или иные объекты. Сейчас вот сам увиделся воочию, даже очень интересно понравилось, как состоит, из чего состоит волос, другие клетки ядерные, с которых мы хотим найти для сравнения, хоть что-нибудь для себя, чтобы сравнить, подозреваемые это или неподозреваемые вещи и так далее. Поэтому я считаю, что такие экскурсии очень познавательные. Хотелось бы в дальнейшем даже продолжить такое вот сотрудничество даже с экскурсиями. Может какие-нибудь новые объекты или предметы, приборы будут у экспертов тоже, чтобы они делились своими познаниями с нами. Очень приветствуется это. И в преддверии праздника хочу пожелать нашим коллегам, экспертам, это удачи в профессиональном плане, крепкого здоровья, в личной жизни всех успехов, чтобы всегда они с чувством оптимизма относили к своей работе. Ну и от нас все, что мы можем, мы всегда всем им поможем. По итогам встречи руководителям структурных подразделений Следственного комитета предложен механизм более рационального проведения экспертиз, в том числе с учетом возможностей территориальных органов Государственного комитета. Специальное мероприятие «Правопорядок» прошло в центральном районе города Гомеля. В отработке были задействованы сотрудники районного отдела внутренних дел, милиционеры департамента охраны, отдела внутренних дел на транспорте, госавтоинспекторы, а также члены добровольных народных дружин и сотрудники ОМОНа. Не остались в стороне от дежурства и солдаты войсковой части 55-25. Каждой группе были доведены конкретные задания по направлениям работы, и результат не заставил себя ждать. Правоохранители по горячим следам задержали 29-летнего гомельчанина, который попытался украсть в одном из торговых центров рубашку. И это ему почти удалось. Но после сообщения о пропаже милиционеры смогли найти вора и доказать его причастность к краже. Кроме того, в день отработки также было обнаружено незаконное перемещение некурительного табака на свай. Правоохранители обнаружили в грузовом автомобиле два мешка этого дурмана и арестовали 20 тонн нелегального сыра. У перевозчика отсутствовали на продукцию необходимые документы, как говорят в Управлении внутренних дел. Массированные отработки хороши тем, что целая группа милиционеров единовременно работает по разным направлениям. Основной упор сотрудники милиции сделали на охрану порядка в общественных местах, усиление защиты наиболее уязвимых категорий граждан о противоправных посягательств, обеспечивание контроля за режимом пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, а также усиление контроля за ранее судимыми и другими категориями лиц, состоящими на профилактических учетах. Можно также отметить тот факт, что во время проведения мероприятия на входе в Ледовый дворец был задержан 18-летний парень, который предъявил справку о том, что является учащимся вспомогательной школы-интерната. Данная справка вызвала подозрения у милиционеров. Как оказалось, документ настоящий, однако ранее принадлежал младшему брату. И это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Будьте в курсе происшествий Гомельского региона вместе с программой «Де-факто» и берегите тех, кто вам дорог. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин